Здравствуйте! В эфире новости корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакин расскажем вам о главных событиях этого дня. В ДТБ погибла мать пятерых детей. Бизнес-тур в Бухаржираусском районе. Как отдыхают наши дети? Водитель пассажирского автобуса и трое его пассажиров госпитализированы. Один пассажир погиб. По факту дорожно-транспортного происшествия в Бухаржираусском районе Карагандинской области с участием пассажирского автобуса и грузовой автомашины отделом внутренних дел Карагандинской области возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Назначен ряд необходимых экспертиз. 11 августа на автодороге Темиртау у поселка Киевка 44-летний водитель пассажирского автобуса марки «Шаолин», двигаясь в сторону города Темиртау, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомашиной «ГАЗ-САЗ-3507» под управлением 47-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. После чего автомашина «ГАЗ» совершила опрокидывание в Кювет. Пассажирский автобус тоже съехал в Кювет во встречном направлении. В результате ДТП водитель пассажирского автобуса и трое его пассажиров госпитализированы. Ирина Герасимова, многодетная мать, скончалась в больнице Темиртау. 19-летний житель города водворен в изолятор временного задержания и вскоре пристанет перед судом за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ему грозит заключение до 6 лет. Сотрудниками криминальной полиции был задержан 19-летний житель города Караганды, который 7 августа 2014 года сообщил о том, что в специальной школе номер 3 для детей с ограниченными возможностями города Караганды заложена бомба. Звонил он с сотового телефона. К месту происшествия тут же выехали саперы, которые, эвакуировав персонал, приступили к поиску взрывного устройства. Но оно обнаружено не было. По номеру сотового телефона, с которого звонил неизвестный, сотрудниками криминальной полиции был установлен и задержан его владелец – 19-летний выпускник этой же школы. Молодой человек дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма, что влечет наказание в виде штрафа от 200 до 500 месячных расчетных показателей, либо ограничение свободы до 7 лет, или лишение свободы до 6 лет. Незнание закона не освобождает от ответственности. Только с начала 2014 года на блок начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области поступило 180 обращений, на 175 из которых уже даны ответы. Интернет открывает возможности открытого диалога между жителями региона и полицейскими. Жители Карагандинской области для общения с начальником ДВД региона все чаще стали использовать интернет. На сайте ДВД Карагандинской области функционирует блок начальника ДВД. Блок – это эффективная форма общения с населением, свидетельствующая об открытости деятельности органов внутренних дел Карагандинской области. Посредством онлайн-общения укрепляются взаимоотношения с жителями города и области, рассматриваются предложения и пожелания, и даются квалифицированные ответы на вопросы, касающиеся правоохранительных органов. В 2013 году на блок начальника ДВД поступило 206 обращений. Помимо этого, обращения граждан приходят и на сайт ДВД Карагандинской области – wkaraganda.dvdkz. С начала года 217 жителей области обратились к начальнику ДВД посредством интернета и на все свои вопросы получили ответы. В 2013 году на сайт ДВД поступило 341 обращение. Впереди короткая реклама, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галдек 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система – профиль Галвин. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Пожары на объектах торговли послужили причиной встречи за круглым столом представителей департамента ПОЧС Карагандинской области и Палаты предпринимателей. В обсуждении проблемы пожарной безопасности приняли участие работники прокуратуры. В ходе проведения круглого стола были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности на объектах торговли, укрепления взаимного сотрудничества между органами противопожарной службы и предпринимателями города по вопросам снижения давления на субъекты частного предпринимательства. С начала года у нас произошло 36 пожаров на объектах торговли. Вы как помните, наверное, один из последних пожаров – это торговый дом «Строймарт». Проблема обеспечения пожарной безопасности, к сожалению, актуальна. В целях обеспечения пожарной безопасности предпринимателям было рекомендовано назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности. Кроме того, предпринимателям был доведен порядок проведения проверок субъектов предпринимательства государственными органами в период моратория. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. С 15 августа подорожает цена на проезд 107 маршрута. Это связано с тем, что 5-й автопарк с начала года работает в убыток. Последний раз цена на 107 маршрут повышалась в 2009 году. Сотрудники 5-го автопарка жалуются, что работая в убыток, они уже потеряли порядка 6 миллионов тенге. Согласно статье 19-го закона автомобильного транспорта, цены на тариф устанавливаются в свободном порядке. Исключением служат маршруты социально значимого характера, куда не входит 107-й рейс. Увеличив стоимость тарифа на 20 тенге, автопарк все равно не получает выгодный тариф, отмечают сотрудники. Идеальной ценой за проезд они считают 300 тенге. Подти на такой ход мешает им конкуренция в виде попуток. Ануар Сидрахим Бахтярус Панов, 1-й Карагандинский. Продолжаем выпуск. В стране успешно реализуется государственная программа «Дорожная карта бизнеса-2020». В Карагандинской области для открытия собственного дела бизнесменам оказывается весомая поддержка. Палата предпринимателей области провела бизнес-тур по нескольким объектам Бухаржираусского района. В Бухаржираусском районе поддержку по государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020» получили три предприятия. Это ТО «Возрождение 21 век», предприятие по производству полуфабрикатов ИП «Калиев» и птицефабрика яичного направления «Карагандыкос». Все эти фабрики успешно реализуют и поставляют на рынки страны свою продукцию. Помощь палаты предпринимателей мы оказывать будем в рамках государственной поддержки, программы «Дорожная карта бизнеса-2020», программы «Дорожная карта занятость-2020». Есть сейчас новая программа, утвердили новую программу «Агробизнес-2020». То есть все условия, я считаю, что для развития бизнеса, для продвижения проектов, все-таки государство делает. Я думаю, что это надо просто инструментами этими правильно пользоваться. В ходе встречи рабочая группа ознакомилась с деятельностью птицефабрики по выращиванию гусей и уток «Возрождение 21 век». Проект предусматривает производство мяса птицы, здесь же занимаются фасовкой полуфабрикатов и реализуют их на казахстанском рынке. Соответственно, есть рост в этом направлении. Сейчас экспериментируем по разведению утки трех видов, индейки. В ближайшее время планируем на зиму развести и перепелку. Братья Сергины начали заниматься этой деятельностью с 2012 года. Начинали с малого. Уже через год поголовье гусей и уток увеличилось в два раза. Благодаря государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020» предприниматели получили возможность реализовывать и продавать свою продукцию на рынках страны. В планах поставлять свою продукцию на продажу и в другие страны. В 2012 году по дорожной карте 2020 нам провели государство электроэнергию. Это огромнейшая помощь в этом плане, потому что мы первый год были без электроэнергии, в 2013 мы уже ее получили. В Казахстане начнет реализовываться новая государственная программа «Агробизнес-2020», где для желающих открыть свое дело и развивать аграрный сектор в Карагандинской области будет оказана поддержка. А Палата предпринимателей намерена регулярно проводить такие выездные встречи и направлять начинающих бизнесменов. В Карагандинской клинике имени Макожанова проведены уникальные посттравматические операции на тазе. Три пациента после хирургического вмешательства чувствуют себя прекрасно. Пострадавшие с тяжелыми травмами костей таза до недавнего времени погибали, не доезжая до больницы. Подобные сложности операции на Западе смогли проводить только с 1980 года, а с 1995 года стали оперировать и в странах СНГ. Но только с развитием оказания помощи пострадавшим они становятся возможными в большинстве оборудованных больниц. В возрастании как раз такой уровень есть. То есть уровень растет, уровень первичного звена скорой помощи до госпитальной помощи повышается. Он повышается в том случае, когда государство вкладывает в него деньги. Профессора из России пригласили провести мастер-класс, ведь для проведения подобной сложности операции требуется подготовленный персонал. Специальное оборудование. Такая операция может длиться до 9 часов. Анестезиологи, реаниматологи должны быть высокого класса. Все делается для того, чтобы, как говорят врачи, больного активизировать. Чтобы он мог в ближайшие сутки после операции встать и пойти. То есть цель операции такая. Раньше при консервативном введении переломов костей таза сроки постельного режима составляли до 2,5-3 месяцев. Как считает российский специалист, уровень подготовки наших врачей высокий. Но пока не хватает опыта. Передать его он и приехал. А задача не только в этом, но и в том, чтобы быстрее поставить пациента в вертикальное положение. Сделать минимальный объем операции, чтобы при этом полностью выполнить полную репозицию и остеосинтез. И сделать это без больших разрезов, чтобы риск наглоения был минимальный. Врачи Макожановки постоянно повышают свой профессионализм с помощью подобных мастер-классов. И сегодняшняя обучающая программа обширна и многоэтапная. Этим мастер-классом у нас не ограничивается, потому что еще будет дальнейший обмен опыта. Мы будем ездить еще учиться в Москву. До этого были поездки в Екатеринбург. До этого мы начинали более такие мелкие, менее сложные переломы на тазу. Мы уже начали где-то с прошлого года оперировать. Травму нельзя прогнозировать и загонять в определенные рамки. Она всегда неожиданна и для человека, попавшего в беду, и для врача. С травмом опасной сезонности тоже не наблюдается. Поэтому врачи всегда находятся в готовности прийти на помощь пострадавшим. Сергей Высокосов, Айдын, Жакан, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. В год 80-летия Караганды 36 ребят из детского дома Осакаровского района провели экскурсию по крупным предприятиям города. Объектами посещения стали Караганды-Нан, кондитерская фабрика конфеты Караганды и молочная фабрика Натиже. Встреча была организована совместно с Управлением промышленности и Управлением образования Карагандинской области. Главной целью встречи является ознакомление детей с потенциалом и возможностями нашего региона. Мы хотели бы на примере работы сегодняшнего предприятия показать, как наши люди трудятся, какое производство в нашей области есть, к чему можно стремиться, в каких успехах можно достичь. Я думаю, сегодня это был большой и важный шаг в жизни детей. Первым объектом посещения стала молочная фабрика Натиже. На сегодняшний день на производстве трудится более 600 человек, а объем реализации продукции с каждым годом усиленно растет. Школьники поинтересовались, как именно готовятся их любимые молочные продукты. Спасибо большое за предоставленную возможность посетить, побывать. С детям очень интересно и для них это очень полезно. Затем ребятам показали работу крупнейшего предприятия Карагандинской области Караганды-Нан. Здесь была показана техника выпечки разнообразного ассортимента хлебобулочных изделий. Нам очень понравилось на экскурсиях. Особенно нам понравилась хлебобулочная комбинация, где изготавливают хлеб. Я первый раз приехала на экскурсию и меня это очень удивило. Там так много интересного. Пожалуй, для школьников самым интересным местом стало одно из крупнейших кондитерских предприятий Акционерное общество «Конфеты Караганды», которое не первый год радует горожан своими сладкими продуктами. Посещая производственные объекты, школьники воочию могли увидеть, как проходит технологический процесс работы на предприятиях, с помощью каких современных технологий работают специалисты. Я первый раз увидел, как карамель готовится, из чего она приготовляется, как заворачивается. И вообще, я думал, что такого не бывает, как быстро она сворачивается. Школьники были рады предоставленной возможности побывать на предприятиях области. У некоторых из них даже появилось желание пойти работать на карагандинские фабрики и трудиться во благо шахтерской столицы. Такие полезные встречи организаторы планируют проводить регулярно. Гульнур Жакен, Улжас Габазов, Вахтер Успанов, Первый, Карагандинские. В завершении выпуска еще об одном. Последние дни лета нужно провести так, чтобы они запомнились надолго. Вожатые детского лагеря «Березники» заботятся об этом. Именно в августе здесь начинается настоящее лето для 300 ребят Карагандинской области. Все, что нужно детям для счастья, они могут найти в «Березниках». 25-метровый бассейн, четырехразовое питание, дискотеки, кино, караоке, ежедневные эстафеты, развлекательные программы и многое другое. На данный момент у нас проходит третья смена, у нас находится 276 детей. Смены у нас бывают 10 дней, 12 дней, 14 дней. Предсостав работает по программе «Ты можешь все», которая нацелена на развитие ребенка как личность. У нас проходят различные мастер-классы. Академия совершенства, музыкальные, хореография, языки, финишки, спортивные академии. Уже седьмой год вожатые лагеря работают по авторской программе под названием «Ты можешь все». Она придумана вожатыми, ориентирована на местный колорит и направлена на воспитание патриотизма, любви к родине и развитие личности ребенка. Так вожатые из педагогического коллектива лагеря находят подход каждому мальчишке и девчонке. И при этом они стараются создать для них комфортные условия. Вечер у нас обычно заканчивается либо дискотекой, или же, если плохая погода, не позволяет тогда кино. После дискотеки или кино у нас обычно идет ПГС, пока горит свеча, где каждый ребенок может высказать свое мнение, высказать по поводу дня, что ему нравится, что не нравится. И уже исходя из этого мы пытаемся найти подход каждому ребенку и стремимся каждого ребенка завлечь весь этот процесс. И все дети, которые у нас здесь отдыхают, они обычно всегда возвращаются сюда на следующий год и через год, и уже становятся как своими родными, и уже из пионеров превращаются в вожатых. После тихого часа у детей по расписанию поход в бассейн. Час плавания бодрит тело и дух. В лагере с детьми работают психологи. На свежем воздухе проводят тренинги для саморазвития детей. Каждый сезон в лагере проходит по определенной тематике. Задача этого сезона очень актуальна на сегодняшний день. Зона интернета. Без него как без рук. Чтобы изучить и понять принципы работы с мировой паутиной, организуются конкурсы, за участие в которых дети получают награды. Так называемые мегабайты. Чем больше мегабайтов получил, тем отряд круче и мобильней. Мне все нравилось, всегда было весело, вкусно кормят. Это тоже один из лучших факторов. Никогда не приходится тебе скучать. Мне всегда было мало одной стороны. И вот буквально недавно я стал вожатым, чтобы увидеть это с двух сторон. И не жалея о своем выборе. Я тут уже третью смену. И мне не надоело. Тут все новое и новое. Питание замечательно, вкусно кормят. В лагере ни один день не похож на другой. И новый день интереснее предыдущего. Последний сезон в лагере для детей стал самым запоминающимся. Сюда приехали ребята со всего Бухаржираусского района. Отдел образования, физической культуры и спорта изыскали средства для отдыха 260 детей. В одном из лучших лагерей отдыха Карагандинской области. Последнюю яркую точку на закрытие сезона поставили карагандинские фаерщики. Феерия огня и метеоритный дождь запомнится навсегда. Лариса Хусынова, Айден Жакан, Пахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Аман Сау Булгиздар. Аман Сау Булгиздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова